Всем привет, друзья! С вами я, Жека Кул, и сегодня в этом видео я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы мне задавали в моем ТикТоке. Кто еще не подписан на меня в ТикТоке, подписывайтесь, ссылочка будет под этим видео на мой ТикТок. В ТикТоке у меня больше подписчиков, чем на Ютубе, и из-за этого в ТикТоке мне задают больше вопросов, на которые я решил ответить в этом видео. После просмотра этого видео вы можете в комментариях под этим видео написать свой вопрос, который вас интересует, и если вопросов наберется много, то я сделаю тоже отдельное видео и отвечу на ваши вопросы. Так что не стесняйтесь, задавайте вопросы под этим видео, и я на них отвечу. Погнали! Начнем с первого вопроса. А первый вопрос звучит так. А как на скейтборде, когда ноги повернуло разогнаться, просто постоянно обратно неудобно? Да, поначалу всегда неудобно, когда вы только учитесь отталкиваться. У вас, у ведущей ноги, носок всегда смотрит вперед по ходу движения, а когда вы ставите вторую ногу, то вам нужно, соответственно, переднюю ногу, ведущую, разворачивать, так же, как и заднюю. И, соответственно, поначалу вам неудобно, всем неудобно, все, кто начинает кататься, всем неудобно переставлять ноги. Но к этому привыкаешь, к переставлению ног спустя какое-то время. Нужно просто чаще кататься на скейтборде, и тогда вы быстро привыкнете. Вот, по-другому это неудобство убрать нельзя, только так. Я тоже через это проходил, и я также привыкал к этому. Да, было неудобно, но я знал, что нужно все-таки учиться переставлять ноги, потому что это будет важно для дальнейшего катания. Потому что, когда вы отталкиваетесь, а потом переставляете ноги, вы переставляете ноги для того, чтобы вам было удобно сделать трюк. То есть, у вас ноги уже стоят в такой стойке, чтобы вывести либо оли, либо попшует, либо же кикфлип и так далее. Вот, поэтому просто нужно подождать немного, вы привыкнете. Погнали, следующий вопрос. Посоветую бюджетный скейтборд для начинающего. Посоветую бюджетный скейтборд для начинающего. Если ты не хочешь запариваться и собирать сам по частям себе скейт-комплект, то советую тебе взять один из двух брендов, которые я тебе посоветую. Это Footwork, либо же Ridex. У Footwork недорогие доски, то есть, ну, недорогие комплекты в сборе по отношению к другим скейтбордам. А у Ridex и подавно дешевле. То есть, у Ridex дешевле скейт-комплекты даже, чем у Footwork. Вот, поэтому советую тебе рассмотреть эти два бренда. Возможно, ты себе там найдешь что-то интересное. Поэтому советую, посмотри. Погнали дальше, следующий вопрос. А можно кататься на вейвборде в скейт-парке? Да, можно кататься на вейвборде в скейт-парке. И мне под этим вопросом сейчас задавали, можно ли делать трюки на вейвборде. Да, друзья, можно делать трюки на вейвборде. У меня, к сожалению, этого не получилось, потому что я не специализируюсь на катании на вейвборде. Я катаюсь на скейт-борде. А вейвборд это немного другое. Вейвборд это двухколесный скейт-борд. Вы, наверное, видели такие на улице. На нем можно делать трюки, но это достаточно тяжело Тяжело для меня Может быть кто-то только катается на вейфборде и больше ни на чем И умеет на нем делать трюки И я скажу тебе, красава, чувак, потому что это очень сложно Это действительно сложно И если вы хотите попробовать на вейфборде прокатиться, будьте аккуратнее Потому что там всего два колеса И сделать какой-то трюк действительно бывает травмоопасно даже Поэтому будьте аккуратнее Погнали дальше, следующий вопрос Где кататься, если в твоем городе нет скейтпарка? Идти туда, где есть скейтеры Если вы только начинаете кататься на скейтборде И вдруг в вашем городе, к сожалению, нет скейтпарка То ищите места, где собираются скейтеры Познакомьтесь с ними и попросите их вас что-нибудь научить Адекватные скейтеры обязательно вас научат Дело в том, что когда вы начинаете кататься И приходите в тусовку, где уже катаются какие-то Более-менее продвинутые скейтеры Тогда вам будет легче научиться кататься на скейтборде То есть вы быстрее научитесь кататься на скейтборде Только потому, что вокруг вас будут скейтеры, которые уже умеют кататься И вы, глядя на них, будете учиться быстрее, нежели в одиночку Поэтому советую вам, если у вас нет скейтпарка Идти туда, где собираются скейтеры Это споты, это грани, это ступеньки Вы, я думаю, должны знать свои места в городе, где обычно тусуются скейтеры Поэтому вот такой вот ответ на данный вопрос Погнали дальше Следующий вопрос Как делать пауэр слайд? Как делать пауэр слайд? Вас тормозить Вот оно, кстати, тоже тут будет Погнали дальше Следующий вопрос Что учить после базы? Я выучил пупшайд, олли, ванетти, бэксайд и францайд Не знаю, что делать дальше Что учить? Дружище, после базы советую тебе научиться кикфлип Кикфлип, хилфлип, вериалфлип Ты можешь научиться фейки, пупшуют, фейки бигспин Попробуй свой бигспин сделать, возможно, у тебя получится И учись уже делать фронтсайд флип, к примеру, бэксайд флип Если ты уже научишься делать кикфлип Поэтому после базы, которую ты перечислил в этом комментарии Обязательно попробуй научиться флипы Следующий вопрос Как высоко прыгнуть на олли? Как сделать высокое олли? Тут я вам скажу лично свое мнение Потому что у меня это работает Чтобы сделать высокое олли Я ставлю ногу не как на обычное олли Если на обычное олли я ставлю ногу вот так вот Около болтов То на высокое олли я ставлю ногу Как можно дальше от болтов Вот примерно вот так вот И тогда у меня получается высокое олли Запомните этот лайфхак И попробуйте так сделать И, возможно, у вас тоже получится И вы сделаете высокое олли Погнали дальше Следующий вопрос Что делать, если я ловлю скейт, выводящий ногой, когда делаю хилфлип? Дружище, дело в том, что, скорее всего, ты боишься прыгнуть над трюком То есть ты выводишь хилфлип и сразу же его ловишь То есть ты вывел выводящий ногой хилфлип Задняя нога, которая у тебя щелкнула Она уже автоматически у тебя летит на асфальт Потому что ты боишься подпрыгнуть над доской И поэтому ты приземляешь этот трюк на одну ногу, на переднюю Поэтому советую тебе не бояться А все-таки попробовать прыгнуть над доской и сделать этот трюк У меня была такая же проблема, когда я учился хилфлип Я его ловил на выводящую ногу и боялся над ним прыгнуть И в один прекрасный день я поборол свой страх Просто решил прыгнуть Мне надоело, что я не могу долго научиться хилфлип Я прыгнул над доской и приземлился на доску И понял, что нужно было мне просто прыгнуть Поэтому советую тебе, дружище, не бойся Просто выводи, щелкай выводи и прыгай над доской И последний вопрос Я очень боюсь Хадивский парк Потому что я боюсь, что меня засмеют Начнут обзывать меня поздрашей Смотрите, что мой подписчик ответил на этот комментарий Я с ним полностью согласен И я такого же мнения Вот так вот, друзья Такие вот ответы на ваши вопросы Если у вас остались какие-то вопросы Напоминаю, пишите прямо сейчас в комментариях под этим видео свои вопросы И я обязательно на них отвечу в следующих своих видео А также подписывайтесь на меня в Инстаграме и в ТикТоке Все ссылочки будут в описании А если вам понравилось это видео, то поддержите меня, пожалуйста, лайком Подписочкой на этот канал И ставьте колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие новые видео А также вы можете посмотреть Вот тут вот будет плейлист О том, как научиться кататься на скейтборде Тут будет плейлист О необычных скейтбордах И тут будет видео, где я делал обзоры на скейтборд из фикс прайса Всем удачи, катайтесь, не ломайтесь И мы скоро с вами снова увидимся Всем пока!